Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами пророчества. Сегодня я хотела бы вновь вернуться к третьей книге Естры и к той главе, 13 глава, где рассказывается о том, как будет остановлена война. Мы с вами уже неоднократно эти сюжеты читали, но сегодня попытаемся разобраться, как же можно это сделать. Что же сделает этот вот посланник, который изваяет гору, который остановит в один момент войны, идущие во многих странах? Причем он не просто остановит одну войну, он остановит всеобщую войну. Законом, подобным огнем. Если вы думаете, что это закон о применении ядерного оружия, то я хочу вас уверить в том, что это совершенно другой закон. Потому что есть законы мирские, а есть законы Божьи. И если Бог не сожиждет дома, то никто и не спасется. Все в руках Бога. Но самое интересное, когда Мессия Иисус Христос 2000 лет назад приходил и озвучивал законы Господа Бога Вседержителя, и давал, в первую очередь, именно рекомендации личностного характера каждому человеку в отношении того, как он должен измениться, то на сегодняшний момент мы должны уже говорить об обществе. Об обществе нового типа. Обществе. Потому что именно эта суть заложена в богодуховенных текстах, которые связаны с последними временами. Это совершенно новое мироустройство. Совершенно другой порядок взаимоотношений между государствами. Это новая экономическая система. Говорила и буду говорить. Экономика поменяется в корне. И когда вы мне говорите о том, что то, о чём я говорю, утопично, то я вас уверяю, эту утопию придумала не я. Эта утопия, коей вы её называете, является божественным повелением, которое обозначено в текстах. Мало руководителю страны иметь на столе Библию или Коран. Нужно понимать, что там написано. Итак, давайте я напомню вам цитаты. И мы попытаемся решить в первую очередь тот вопрос, который волнует нас. А всех нас волнует. Вопрос. Не просто повышение вибраций, как вы кричите на многих каналах. Не просто повышение любви в каждом человеке. Волнует нас сейчас более сложная задача. Как остановить беззаконие? Как остановить войну? И такое складывается впечатление, что мужчины, они не стоят на уровне образа Божьего. Ибо для Бога дорог каждый человек. И Иисус, посланник Божий, обозначил, что я пришел спасать, а не убивать. Ибо Отец так наказал Сыну Божьему спасать человечество. А значит, понятие убийства не может быть в принципе даже в нашей разговорной речи. Есть заповеди, но никто не пытается угодить Богу. И, наверное, только одни женщины понимают, что такое потерять сына. Сына, которого убили на войне. Только одни женщины. В первую очередь матери, потому что это жизнь. Каждый сын – это жизнь матери. Это бессонные часы. Это огромнейший титанический труд. Это бесконечная любовь. И когда женщина-мать теряет сына, это неизгладимое горе. Когда мы читаем статистику, то никто из вас не чувствует на своей шкуре, что такое сегодня потеря тысячи солдат или полторы тысячи, или две тысячи с обеих сторон. только матери могут понимать, что это такое, потому что это с их кровью осталась боль. Только дети могут понимать, что такое остаться сиротами. только жены, которые любят своих мужей. Не те, которые отправляют для того, чтобы они заработали на войне. Нет. Это проститутки. А те, которые действительно теряют своих дорогих мужчин, для которых дорого услышать их голос, для которых дороги их жизни. Так вот, мои дорогие, мы тоже дорогой ценой достались Богу. Очень дорогой ценой. Есть такая цитата у нас в текстах Корана. Потому что Бог, Он Отец наш. И нет Отца на земле, правильно говорит Иисус. Не называйте Отцом на земле никого. Ибо один у вас Отец, Отец Небесный. Только Он может понять глубину вашей потери. Каждого из вас. Любая война это конечно же причина. Причина разногласия в чем-либо. В первую очередь, конечно же, это религиозная основа. Но есть еще и более существенная на сегодняшний момент деталь. Как ни странно, экономическая основа, которая взаимосвязывает те или иные государства. и понятно, что если бы между людьми, а в данном случае я говорю о странах, были честные и чистые отношения, то никогда бы не пошел разговор об убийстве. Как можно посмотреть на сегодняшний момент на ту политическую обстановку, которая есть? Люди. Нет, странно. С большим внешним долгом не так. Редактор субтитров которые, в принципе, не соблюдают заповедь «Не укради». Являются для вас более приоритетными, нежели те люди, которые живут честно. И так вот, подобные люди или страны, они ещё умудряются обернуть против нормальных стран другие страны, то есть настроить людей. Дело в том, что политикой не интересуются не все мирные жители. И для того, чтобы настроить людей в других государствах, нужно придумать всевозможные фейки о том или ином государстве, то есть сплетни. То же самое делается в нездоровом коллективе, когда одна, извините, лицемерка пытается сообщить другим о том, что якобы этот человек порочен. Может быть, человек святой на самом деле и чистый перед этими людьми, но он становится грязным благодаря вот этой лицемерке. Так вот, мои дорогие, в политике то же самое, и мы все это прекрасно понимаем. Спасибо. Спасибо. Давайте теперь перейдём к текстам. Я хочу вам напомнить цитаты, которые есть, а затем обозначить тот вариант событий, который вполне приемлем на сегодняшний момент. И связан он, в первую очередь, с понятием экономика. Итак, в тринадцатой главе сказано, двадцать третий стих, обратите внимание, очень часто стихи совпадают с годами. Кто выдержит опасность в то время, тот сохранил себя. А которые впадут в опасность, это те, которые имеют дела и веру во всемогущего. И так знаешь, что те, которые оставлены, двадцать четвёртый стих, блаженье умерших, блаженье умерших. А вот объяснение видения, как ты видел мужа восходящего средины моря. Это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение своё и управит тех, которые оставлены. А то, что ты видел, исходивший из уст его, как бы ветер, огонь и бурю, и что он не держал ни копья, никакого воинского оружия, но стремление его поразило множество. Никакого воинского оружия. Здесь нет речи о ядерном оружии. Ядерное оружие – это тоже оружие. Вот наступают дни, когда Всевышний начнёт избавлять тех, которые на земле. Двадцать девятый стих. И приведёт в изумление живущих на земле. И будут предпринимать войны один против других. Народ против народа, царство против царства. Узнаёте нашу обстановку, да? Тридцать второй стих. Когда это будет и явится знамение, которое я показал тебе прежде, тогда откроется сын мой, которого ты видел, как мужа восходящего. Тридцать третий стих. И когда все народы услышат глаз его, каждый остановит войну в своей собственной стране, которую они имеют между собой. И соберётся в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая идти и победить его. Он же станет наверху горы Сиона. И Сион придёт и покажет совсем приготовленной и устроенной, как бы ты видел гору, изваленную без рук. Сын же мой обличит нечестия, изобретённые этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться, и которые подобны огню. И он истребит их без труда законом, который подобен огню. А что ты видел, что он собирает к себе другое мирное общество? Это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей водни царя Осии, который отвёл в плен Салманасар, царь Ассирийский, и перевёл их за реку, и приведены были в землю иную. Тесными входами дошли они к реке Ефрату, ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили. Ибо через эту страну ушли они долго, полтора года. Эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего времени, и ныне, когда они начнут проходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти. Поэтому ты видел множество, мирное. Итак, здесь речь об удивительном человеке. Возможно, о Сыне Божьем, Мессии Иисусе Христе. Возможно, о другом посланнике. И о народе. О народе, в котором живут десять колен Израилевых, которые ушли в сторону страны Арсареф, в дни царя Осии. И Господь Бог остановил жилы реки. Что это за река? Это река Ефрод. В последние времена Ефрат должен обмелеть. Ефрат обмелел. Для чего? Для того, чтобы этот же народ мог пройти обратно туда, откуда пришел. Но с одной стороны. С другой стороны, вот этот факт говорит о том, что когда обмелеет Ефрат, то десять колен Израилевых, живущих на территории Арсареф, смогут решить проблему человечества. Потому что они будут Сыном Божьим, который изваял себе гору и остановил все войны, заметьте, законом, подобным огнем. Как же можно остановить войны? Закон достаточно простой. С одной стороны, нужно понять, что это за закон. И я вам уже сказала, что это закон Божий. Потому что все мы живем по Божьим законам, как ни крути. И по Божьим законам сотворена Вселенная. Но если посмотреть на нашу жизнь, эти Божьи законы не соблюдаются, если существуют войны. Правильно? И самое интересное, что в период войны все происходит точно так же, как и в тот период, когда ее нет. То есть те экономические связи, которые существовали, они так же остались существовать. То есть люди находят лазейки взаимодействия друг с другом. и кто желает заработать деньги, те зарабатывают. Вроде как все кричат, что они верят в Бога. Но, извините, все страны производят, либо закупают, либо торгуют оружием. Наши люди из окопов подтверждают, что с нами на сегодняшний момент воюет 52 страны. То есть это те страны, которые предоставили свою наемную силу. Почему бы нам, мои дорогие, не выяснить список этих стран, хотя он известен, и не прекратить экономическое взаимодействие на всех уровнях с этими государствами. Ну, с этими У нас есть заповедь Христа. Кто не с нами, тот против нас. Мы же кричим, что у нас православное государство. 12 глава, Святое Благовествование от Матвея, 30 стих. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Ведь они могут поступать с нами подобным образом. Могут убивать наших сыновей, могут ссорить братские народы. Тем самым пытаясь разрушить не просто экономику нашей страны и ослабить наши силы. В этом направлении нет. Пытаясь уничтожить нас, славян. Наш великий, огромный народ. Вот, посмотрите на карту. Ведь у нас самая огромная держава. И против нас борются маленькие государства. Но с большими запросами. И мы способствуем развитию их экономик. Мы прощаем им внешние долги. Помогаем им гуманитаркой. А они лицемерно пользуются нашей добротой. Это не они. Это мы должны были ввести санкции против многих государств. В самом начале СВО. Мы. Побоялись почему? Потому что действительно нет некоторых позиций. В плане продовольствия. И не только. И побоялись за нашу экономику. Не надо бояться. Сказано в текстах. Мы выживем. Может быть не так шикарно будем жить. Но выживем. Если у нас будет автономная экономика. И с нами в союзе будут те, кто желает поддерживать экономические связи. Но в том случае, если их солдаты, даже в качестве наемной силы, будут действовать против нас, извините, мы должны прекратить связи с этими странами. Пора давно изъять все предприятия в пользу государства, тех стран и тех частных собственников, которые на сегодняшний момент работают на территории нашей страны. Кто не с нами, тот против нас. Закон, озвученный самим Христом. И мы ничего противоправного не делаем. Мы только желаем остановить войну, чтобы наши люди не гибли. Чтобы остался рот десяти колен Израилевых на территории Арсарев. На сегодняшний момент эти связи очень плотные. Вы понимаете, что... Может быть и не понимаете многие, что если десять колен пришли, то они и размножились. Как песок земной. И вы понять не можете. К кому вы больше относитесь? К десяти колен Израилевых или к детям Моафетам? Судя по текстам, к десяти коленам. Так вот, для того, чтобы спасить эти десять колен, необходимо пойти на резкий шаг с четким объявлением, конкретики. Мы прекращаем с вами экономические отношения. Если вы хотите быть с нами, пожалуйста, входите в союз под наше крыло, как сделала эта Белоруссия. Мы вам помогаем. И между нами тесные экономические объятия. Других вариантов у вас нет. А пока жизнь будет протекать так же, как она протекала, вот эти военные конфликты, они никогда не будут решены. Если мы считаем себя великим государством, тем более божественной монархией, то должны сделать именно так, заявить именно так. О том, что мы не желаем воевать, и мы не желаем, чтобы воевали против нас, а поэтому те, кто не желает и желает жить по законам Бога, добро пожаловать в наш союз. И это, поверьте, не тот союз, который был прежде. Многие сейчас кричат о Советском Союзе. Это было лицемерное государство, в котором Россия сделала очень много неправильных шагов. Мы помогали всем, все пользовались нами и вытирали ноги. И, в конце концов, когда встали сами на ноги, отправили нас за борт. Это называется лицемерие в отношениях. Подобного не должно существовать в союзе между странами, между государствами, которые желают быть единым целым. Поэтому каждый экономический шаг нужно просчитывать. И каждое экономическое наказание должно стать вердиктом для исключения из союза. На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok